Всем хай! Как вы уже могли, наверное, догадаться, волосы вот сделала недавно, но показать не могу. Не могу, потому что видео с волосами еще не вышло. Зато сегодня покажу вам макияж, который я недавно придумала. Очень интересная техника, нигде такое не встречала. На авторство, конечно, не претендую, но придумала самостоятельно. Сегодня хочется с вами поговорить достаточно на серьезные темы. Параллельно, конечно же, покажу макияж, что мы будем просто так с вами сидеть, что ли? Нет, вы сидите, а я все расскажу. Перед этим, ребят, прежде чем мы начнем, как говорится, хотя так уже много лет на моем канале не говорится, я реально не иронично сейчас прошу каждого из вас, кто еще по какой-то причине не подписан на мой канал, но он ему или нравится, или он его периодически смотрит, просто поддержать меня подпиской, лайком, ну и каким-нибудь любым комментарием. Как вы знаете, сейчас ситуация такова, что, ну, в целом, те люди, которые снимают на YouTube, в числении многочисленных которых нахожусь и я, они снимают это все абсолютно на добром слое. И так как я снимаю это просто ради того, чтобы вас как-то немножко комфортить, чтобы не потерять связь со своей аудиторией, которая играет для меня огромную роль, и это, как вы понимаете, не лицемерные какие-нибудь там дурацкие слова из серии, скажу, что бы надо было сказать, я прошу вас поддержать мне просто подписками, просто лайками, потому что это единственное, что на данный момент мотивирует к съемке. Поэтому я очень сильно вас прошу подписаться на мой канал, тык, включить себе уведомление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, если это дальнейшее будет. Ну и, конечно же, если дальнейшего не будет, ребят, очень важный момент, я понимаю, что все блогеры задолбали. Я понимаю, что сейчас миллион и один телеграм был создан, но, понимаете, если произойдет такая ситуация, что YouTube по какой-то причине все, Insta хоть и сейчас работает, но это не значит, что она будет работать завтра, а про историю с обходом, я думаю, все уже слышали. Тоже, да, непонятно, что реально будет, и единственное пока соцсеть, которая норм работает, это телеграм-вукап, поэтому я вас очень прошу, подпишитесь на мой телеграм-паблик, я обещаю, я буду туда делать контент, а не просто выкладывать какие-то непонятные вещи. Все это, ну, просто новые площадки, поэтому, извините за такое долгое, все, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм и поехали. Пока болтала, просто тон нанесла, во! Из сложившейся ситуации ты не думала переехать на время в другую страну, что был инстаграм и монетизация. Ребят, как видите, я снимаю от видео из своего дома, так что я никуда не думала переехать. Более того, хочу сказать, что у меня были запланированы билеты во Францию к подруге, которая переехала, которая давно не видела, я об этом рассказывала в том же самом инстаграме, но я свои билеты отменила. Я не думала, и в целом, да и сейчас не думаю, что я хочу куда-то уехать, потому что я не могу, ну, вас оставить, как вы думаете, странно изучала, не могу оставить своих друзей, не могу оставить тех людей, которые мне дороги, которые здесь остались. Я просто сижу здесь, занимаюсь пока еще ютубом, занимаюсь теперь телеграмом, поэтому никуда я свалить не хочу. Что касается монетизации, даже если я там, например, сегодня поеду к маме, что мне вообще никто не мешает сделать, и буду сидеть там, и точно так же буду снимать видосы на ютуб, ничего не изменится, потому что один фиг, моя аудитория, она из России. А откуда бы я ни выкладывала видео, хоть из Германии, хоть из Японии, это не значит, что я буду получать рекламу, потому что реклама строится на аудитории, которая тебя смотрит. Вот и вся история. Считаю чатик в Телеграме, лолки о кору, потому что вступление я записала, естественно, до того, как я стала уже красить глаза. Значит, тут вопрос такой, ну, точнее, не вопрос, а утверждение, главное, со скобками, знаете? Ну, вот если не поставить скобку, то никак нельзя свою ироничность показать. Но то, что она не хочет снимать на ютуб, это понятно, бабки же капать не будут. О, да, конечно, я снимаю на ютуб только исключительно ради бабок, безусловно. Настолько мне нужны деньги, просто вообще кричу, умираю, что снимаю несколько лет до эмоционального выгорания, особенно в осенний период, все вы прекрасно это помните, из-за того, что мне, оказывается, капают бабки, ведь я же вообще никак по-другому их зарабатывать не могу. Так вот, люди-сторонники такой позиции могут просто взять и отправиться, ну, не знаю, куда-нибудь нахрен с этого канала. Пошел он! Потому что я снимаю, потому что я хочу снимать. И если на завтра ютуб действительно перестанет платить деньги, а он и так перестал... Вы реально думаете, что я не найду себе работу какую-то? Ха-ха, очень лолки, как смешно. Поэтому на ютуб я снимаю, потому что я хочу оставаться на связи с вами, в первую очередь, потому что мне нравится снимать на ютуб. И в целом мне конкретно наплевать. Идите на какой-нибудь другой канал и предъявляйте им. Тем блогерам, которые сейчас прям ничего не снимают, и как объявили о том, что монетизация закончилась, резко что-то все пропали. Интересно. А виновата, конечно же, я. Идите нахрен. Я помню, в некоторых видео шла речь об открытии бизнеса в сфере красоты. Насколько этот вопрос актуален сейчас? Если да, то планируется ли студия? В каком направлении больше? Ногти, волосы, бирзаж или все вместе? Интересуюсь, как стилист по волосам. Да, действительно, такой разгон у меня был. Я действительно не иронично хотела в течение этого года решить вопрос. Найти помещение там все себе, организовать и открыть какую-нибудь студию-салон. В первую очередь я хотела заняться именно ногтями. Но я думаю, что всем достаточно очевидно, что я этим не занялась. И, естественно, в ближайшее время ни о каком открытии салона речи не будет, потому что сейчас я сконцентрирована в другом. Расскажи о доступной косметике, какие бренды останутся в РФ. К слову, о русской косметике угораю из того, что в следующий этап моего макияжа будет вот такая вот розовая подводочка от Seven Days. Это не реклама, хотя если тебе что-то нравится, то это 100% реклама. Ой, она сделала вот такое движение носом, а это же говорит о том, что она врет, да? Если мы говорим с вами о физиогномике, если я не ошибаюсь. Так это называется? Как называется вот эта вот наука, когда типа по жестам человека определяется, что он там думает? Тут есть какое-то название? Забыл, как это называется? Так вот. Естественно, мы не можем сейчас строить никаких прогнозов, в том числе сами бренды, с которыми я общалась, тоже не могут строить абсолютно никаких прогнозов. И это касается как русских, так корейских, так и, соответственно, европейских брендов. Никто толком сейчас ничего не понимает. Пользуясь случаем, пока никто толком ничего не понимает, рассказываю, что я делаю. Я сейчас рисую вот этой вот неоновой подводочкой огромную базу-подстрелку. Так вот, даже близко судить о ценах мы сейчас с вами не можем. Единственное, что я точно знаю, люди как бы не собираются свой бизнес бросать, поэтому люди будут думать, что с этим делать, а мы с вами будем отслеживать. Я не иронично планирую, ну, не на рекламной основе, потому что я понимаю, что сейчас всем трудно, в том числе эксметическим брендам, потому что вещь такая, писать в своем телеграме. Также я буду ждать очень ваши отзывы. Давайте вообще доведем там рубрику какую-нибудь, где мы с вами будем выкладывать какое-то средство. Ну, например, вот сейчас сделаю макияж, да, там выложу вот эту вот штуку, спрошу, как ваши отношения, расскажу свое мнение, а вы в комментариях, кто пользовался, будете делиться. Так что, вы знаете, такая получилась некая система, где мы честно делимся впечатлениями о том или ином средстве. Я надеюсь, вы поняли, что я хотела сказать, потому что я не до конца поняла, что я сказала, но расскажу, что сделала с макияжем. Я, короче, обвела свое веко вот таким вот образом, неоную подводочкой. Сейчас я возьму розовую помаду Jeffree Star и вот на эту всю зону ее наношу. Помада от подводки отличается, и это не плюс и не минус, можно здесь обыграть как угодно. Иногда я делаю этот макияж и смешиваю вместе с подводкой помады, ну, то есть втушевываю, да, ее как будто. Иногда я, наоборот, оставляю вот это вот ярко-розовое, чтобы расчеркнуть. Здесь главное сделать так, чтобы во время того, как вы красите свой глаз, если вы будете повторять, у вас пигмент, который вы наносите, не растекся. То есть лучше не моргать, глаза не открывать, смотрим или вниз, или с закрытым глазом все это делаем, чтобы пока помада не схватилась, ничего никуда в складке не затекло. Я не планирую с вами прощаться, ребят. Вы моя семья виртуальная. Я все это понимаю, но я действительно очень сильно вас люблю, я к вам крайне сильно привязана. Вы знаете, все мы знаем с вами про ТикТок, ну, про то, что сейчас лучше не выкладывать видео. И я хотела бы у вас спросить следующий момент, пока красу и потрясающий глаз. А в нашем блогерском сообществе, когда ТикТок выкатил вот эту вот новость, все говорили о том, что, ну, это вопрос двух-трех дней, то есть как бы люди, которые в индустрии, они все прогнозировали то, что, ну, это вот ерунда полная, там, типа, пару дней не будет ТикТока, потом его вернут, все нормально, чилим загораем. Но, как вы знаете, ТикТок уже как бы заблокирован, ну, не то, чтобы он заблокирован, но пустить туда официально нельзя больше, чем уже 2-3 дня. И как-то вот, ну, ничего как будто бы не двигается. Что вы думаете? Вот дальнейшая судьба ТикТок, что с ним станет? Потому что я, например, не понимаю. И к чему я задаю вам этот вопрос? Ну, давайте предположим с вами, например, закрыли продажу водички. А у меня есть знакомый, который отвечает вообще в целом, ну, в стране за продажу водички. И я, типа, пишу этому человеку с продажи водички, чел, а что будет с водичкой? И чел говорит такой, да, ничего не будет, сейчас пару-тройку, может быть, максимум недель водички не будет, но, как бы, все нормально, чилим. А потом, через несколько часов этот чувак такой звонит и говорит, типа, блин, все накрылось, водички не бурят, поэтому без воды теперь. Ну, это очень грубо примерно, так просто, чтобы примерно понимали. Поэтому, блин, прогнозы не могут ставить даже те люди, которые непосредственно работают с чем-то. Поэтому мы можем с вами только сидеть и ожидать. Я не эксперт во многих вопросах, поэтому я продолжу делать то, что я умею. То есть, снимать видосики, выкладывать какой-то контент. На какой площадке? Не знаю, потому что не знает никто, но я не собираюсь никуда теряться. В самом-самом мега-супер-мега крайнем случае, во-первых, я все еще пою песни ртом. Проекты с песнями не заморожены, они активно идут. Например, завтра я иду утверждать уже новый текст песни, новые биты. То есть, завтра я буду этим всем уже заниматься. Конечно, пока будет, когда выпущена песня, я не знаю, потому что это длительный процесс, за неделю это не делается. Но, чтобы вы понимали, как минимум, мое музыкальное творчество никуда не девается. И никто ничего не делает с русскими исполнителями. Мы можем до сих пор все выкладывать, и никаких проблем и ограничений с этим нет. Это первый момент. Я, кстати, нанесла тени на вот это вот все, и получилось таким образом. Теперь я беру ярко-розовые тени и наношу их на нижнее веко вот сюда. Достаточно неаккуратно. Все, как я люблю. Вот. Первый момент. Это мое музыкальное творчество. Второе. Я буду продолжать вести блог, неважно где. Телеграмму, т.п. и т.д. И, конечно же, самый-самый мега такой, ну, крайний вариант, который мне было бы, наверное, интересно в какой-то момент своей жизни реализовывать, и я даже о нем уже думала, это пойти работать на телевидении. И вот здесь вот не хочу небольшой вам разгон устроить, ребят, чтобы вы подумали все-таки о своем будущем. Жизнь, она такая непредсказуемая. Сегодня у тебя все есть, завтра у тебя нет ничего. Но то, что остается у тебя всегда с тобой, это твои навыки, твои приобретенные обычные навыки. Например, человек умеет рисовать. Все, он умеет рисовать. Сам, даже крайне там невероятно ужасном случае, человек никуда не девается от этого навыка. Ну, потому что он уже все, он умеет рисовать. То же самое, там, не знаю, человек, который умеет писать музыку, он все еще будет уметь писать музыку. И, скажем так, вот эти навыки, которые у нас есть, они формируют, в том числе, наша личность. И чем больше таких навыков имеется, тем в целом гораздо проще жить. Поэтому, ребят, я уже об этом говорила, в том числе там в телеге, в инстаграме, занимайтесь своим развитием, неважно в какой сфере, но вы должны уметь что-то делать, поэтому развивайтесь, образовывайтесь, если у вас есть вариант где-то когда-то там подработать, поприсутствовать на каком-то производстве, попробуйте, походите, общайтесь с разными людьми, иногда не знаю, что будет дальше, чем больше у вас будет опыта, тем будет вам лучше. То есть, перевожу на суперпростой язык вопрос о том, чтобы идти заниматься чем-то, что я не умею делать, у меня не стоит, потому что я умею много чего, в том числе я могу быть как минимум оператором, я разбираюсь в технике, я разбираюсь в камере и во всем вот в этом вот. За меня не переживайте, поэтому буду делать, что могу. Добавлю розовые румяшки сюда, даже не знаю, как называется стиль такого макияжа, но нравится пипец. То есть, я даже добавляю веснушки, контуринг не делаю, делаю контуринг веснушками, как будто странно звучало, но я об этом как-то в тиктоке показывала, рассказывала, поэтому норм. Во! Нет, знаете, все-таки вот у нас хочется еще розового добавить, он так вот. Такие вот губки ровачьего характера, а знаете, что еще? Я же прошла курс Огуар, и у меня есть теперь сертификат визажиста, он же очень ежедневнородный, так что я теперь визажист. Могу официально снимать видео, вот вообще, и никто мне больше не скажет, что у тебя нет образования, а вот есть междуручие от Огуар. Скоро сниму вам видео про все эти курсы Огуар, скажу вам, что там и как. Такой макияж получился, не знаю, кого себя напоминаю. Ребятки, очень жду вас в своем телеграме, очень жду вашу подписку, тык! И всем спасибо за просмотр, и всем пока! Не иронично, но до новых встреч, я с вами не прощаюсь! Пока!